Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Джабб и Макс, и в этом видео я вам расскажу о том, как научиться играть на геймпаде. В последнее время в сети я начал натыкаться на вопрос о том, как научиться играть на геймпаде. Многие жалуются, что они не могут попасть по игрокам, что им сложно целиться, и многие вообще не могут понять, как играть на вот этой вот штуковине. И в этом видео я расскажу о базовых вещах игры на геймпаде, а также дам советы по увеличению скилла. В видео будут затронуты исключительно шутеры, потому что в других жанрах вы и так разберетесь, как там играть. Сразу скажу, что да, я не профессиональный игрок, но люлей я дать могу в онлайне. Грубо говоря, я такой опытный среднячок. Играю в онлайне я где-то с 2011 года, поэтому у меня опыт большой. Давайте начнем. В первую очередь я хотел бы показать, как правильно держать геймпад. Его можно держать обычно, а можно держать методом клоу. Суть в том, что во втором способе вы не отрываете пальцы от кнопок. В первом случае, при обычном держании геймпада, вам придется оторвать большой палец правой руки от стика, для того, чтобы сделать прыжок. Во втором случае, при методе клоу, вы всегда контролируете прицел, а также у вас всегда на готове прыжок. Лично я всегда играю простым методом. Я держу геймпад вот так, потому что мне проще так целиться. Когда я играю методом клоу, мне неудобно целиться за счет того, что у меня большие пальцы стоят вот так. Методом клоу обязательно нужно научиться играть в тех играх, которые требуют прыжок. Это такие игры, как Call of Duty, Titanfall 1, Titanfall 2 и так далее. В этих играх нужно прыгать, поэтому методом клоу это будет самый подходящий способ удержания геймпада. Потому что каждый раз отрывать палец от стика, это уходит довольно-таки много времени. Кстати, о потере времени. Геймпад Xbox One так построен, что одним пальцем можно нажимать на две кнопки. Я сейчас про такие кнопки, как RT и RB, ну а также и LB и LT. Суть в том, что когда вы кладете палец посередине, вы можете нажать сразу на две кнопки. И на курок, и на бампер. Просто приподнимите свой палец и вы нажмете на RB. Помимо простого удержания геймпада, я хочу поговорить с вами и о чувствительности. Это, пожалуй, один из главных факторов игры на геймпаде. Сразу скажу, что у каждой игры чувствительность своя, и каждой игре нужен индивидуальный подход. Поэтому чувствительность каждый настраивает под себя. Если вы ищете какие-то гайды по настройке чувствительности, лучше их не смотрите. Если у какого-то там человека выкручено на максимум, не значит, что это вам подойдет. Просто почувствуйте игру и настройте чувствительность под себя. Самое главное в чувствительности это то, что чем выше чувствительность, тем быстрее ваша реакция на происходящее. Советую сразу научиться играть с высокой чувствительностью, чтобы к ней со временем привыкнуть. Не прямо на высокой, но хотя бы выше среднего. За счет нее вы просто ускоряете свою реакцию, но чуть-чуть понижаете точность. Если даже при средних настройках чувствительности вам кажется, что довольно-таки быстро идет камера, тогда снизьте ее. Или хотя бы начните играть со стандартных настроек. Если вы хотите и дальше хорошо играть и попадаться на хороших игроков, то без высокой чувствительности вам делать там нечего. Также людям, которые впервые взяли геймпад, я советую вообще поиграть в оффлайн с ботами. Это нужно сделать для того, чтобы первое не портить себе статистику, и для того, чтобы привыкнуть к игре. Потому что если вы сразу пойдете в онлайн, вы скорее всего просто получите негатив, потому что вы не умеете играть, и вас там будут тупо бить. Также очень важный момент в чувствительности это мертвая зона. Что такое вообще мертвая зона? Это угол наклона стика, при котором стик не реагирует на ваше движение. Чем ниже цифра мертвой зоны, тем у вас чувствительный стик. Хочу обратить внимание на такую вещь. Если вы выкрутите мертвую зону на минимум, то стик у вас будет сам по себе идти в какую-то сторону. Поэтому при настройке мертвую зону я вам советую поставить ее на один показатель выше от того момента, когда стик будет сам по себе двигаться в какую-то сторону. У вас в то же время и стик будет очень чувствительный, и в то же время он не будет никуда дергаться. Поэтому заранее не пугайтесь, если вы вдруг выкрутили мертвую зону, и вы думаете, что у вас сломался стик. Нет, он просто очень чувствительный. Также к базе игры на геймпаде я отнес бы прицеливание. Это одно из самых главных в шутерах. Не цельтесь одним стиком, помогайте себе и левым стиком. Сами посудите, если у вас высокая чувствительность на правом стике, и вы просто не можете контролировать прицел, то попробуйте помочь себе ходьбой. Просто наведите прицел на определенную высоту и помогайте себе движение. Так намного легче попасть по игроку, нежели вы будете вот так вот крутить правым стиком. А все то, что я рассказал до этого, это была прям база-база игры на геймпаде. Переходим к советам. Хоть они для вас покажутся не элементарно очевидными, но они рабочие, поверьте мне. Чем чаще вы играете, тем быстрее вы освоите геймпад. Если вы играете один раз в неделю по два часа, то у меня для вас плохие новости. Вы вряд ли скоро научитесь хорошо играть в онлайн. Чтобы реально хорошо научиться играть в онлайн игре, потребуется играть почти каждый день по несколько часов. Потому что когда вы не играете большое количество времени, вы просто это все забываете. Вы отвыкаете от скорости игры, и вы просто офигеваете от всего происходящего, и вас по-любому будут убивать. Поэтому если вы хотите реально научиться играть на геймпаде, научиться хорошо играть на геймпаде, нужно играть как можно чаще. Потому что нужно привыкнуть к механике игры, нужно привыкнуть к авто-аиму. Кстати, авто-им это такая функция на консолях, которая помогает доводить вам прицел до игрока. Ее тоже нужно прочувствовать. Второй совет заключается в игре с опытными соперниками. Чем опытнее соперник, тем быстрее вы будете привыкать к такому сложному темпу игры. Также опытный соперник вам подскажет, как действовать в каких-то ситуациях. Таким образом вы узнаете о некоторых хитростях игры. В каких-то играх нужно офигенно следить задачи, в некоторых играх нужно максимально прыгать, в каких-то играх нужно быстро передвигаться, а в каких-то играх нужно научиться слайдить. К примеру, в Titanfall 2 вы не обойдетесь без прыжков и быстрого передвижения. А в Gears of War 4 вы не сможете без слайдов конкурировать с опытными игроками, потому что слайды у вас также увеличат движение. Поэтому абсолютно к каждой игре нужен свой подход. Да, у вас будут какие-то навыки прицеления, но этого недостаточно, чтобы играть очень хорошо. О Elite Gamepad. Часто в сети наблюдаю вопрос о том, покупать ли Elite Controller, ведь он якобы может повысить скилл. С одной стороны это правда, но с другой брехня полная. Суть в том, что Elite Controller не даст вам какой-либо скилл, если вы не умеете играть на обычном геймпаде. Суть Elite Controller в том, что ты можешь его поднастроить максимально под себя при помощи стиков и при помощи съемных кнопок. Также Elite Controller намного удобнее и приятнее, но обычным игрокам он нихрена не поможет. Такой геймпад подходит для игроков, которые хотят еще лучше играть, чем они играли. Именно для таких вот прям, прям вот жестких игроков. Потому что играя на обычном геймпаде, им не хватает скорости, чтобы нажимать кнопки A, B, Y и X, A. Для этого в Elite Gamepad сделали лепестки, которые имеют больший отклик и на котором можно удобнее нажимать, держа геймпад обычным способом. А не для того, чтобы повысить скилл, не умея играть вообще на обычном геймпаде. Поэтому если вы думаете, что купив Elite Gamepad вы будете мега тащерами, не умея играть на обычном геймпаде, то вы сильно ошибаетесь. Просто научитесь играть. И на этом простом геймпаде можно научиться тащить. Поверьте. Для этого нужен просто опыт. Чем чаще вы играете, чем опытнее соперники вам попадаются, тем лучше вы становитесь. И помимо всего я хотел бы вам порекомендовать играть не только руками, но и головой. Потому что абсолютно в каждой игре важна тактика и взаимодействие с командой. Без этого никуда. А на этом у меня все. Не забывайте в комментариях делиться своим опытом игры на геймпаде. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И большое вам спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok